Расскажу о результатах работы, которая является неким продолжением темы РСДБ ГАЯ-Сдвигов, которая активно много лет развивается в нашей группе. И сначала напомню те результаты, которые были получены перед темой чудотового, как я к ней подключился. Как известно, и с помощью РСДБ, и с помощью спутника ГАЯ можно определять высокоточные координаты источников на небе. У них точность доли миллисекунд дуги. И для активных ядер галактик можно получить координаты и тем и другим способом. И было проведено сравнение тех и других координат. И было показано, ссылки на работы здесь есть, что существуют статистически значимые сдвиги между РСДБ и ГАЯ-координатами для активных ядер галактик. Что это массовый эффект. Здесь проведена схема работы Саши Плавина 2019 года. Это когда у нас здесь голубой джет, в нем где-то есть координаты РСДБ ядра, где-то есть координаты ГАЯ, то есть оптического центроида. И в данном случае этот сдвиг сонаправлен с джетом. Это угол между этими направлениями 0. И вот на диаграмме внизу показано, что есть большие пики на нуле и на 180 градусов поменьше. То есть сдвиги в основном вдоль джета в обе стороны присутствуют. И основным выводом этой работы было существование оптических джетов у большого количества объектов. Однако не только в этом делах, когда мы говорим об этих сдвигах, потому что причин сдвигов может быть на самом деле много. Ну, первое, это то, что я уже сказал, что есть джет в оптике, есть джет в радио. В оптике может доминировать джет, может доминировать аккреционный диск. Если доминировать аккреционный диск, то получается, что ГАЯ координации ближе к центральной машине, чем радио. Если оптический джет протяженный, то получается, из-за того, что ГАЯ находит центроид, то центроид смещается вдаль по джету. Положение РСДБ ядра зависит от величины синкростронового самопоглощения. Это тоже влияет на эти сдвиги. Но еще возможен такой случай, когда РСДБ-координаты не соответствуют тому, что мы обычно называем ядром джета. То есть оптически толстому видимому началу джета. Как известно, РСДБ определяет координаты самой яркой детали структуры. И зачастую это действительно начало джета, самая яркая деталь. Однако мы знаем и примеры источников, когда какие-то компоненты в джете на время или постоянно превышают по яркости ядро. Поэтому такая возможность тоже есть. И именно на этой ситуации мы концентрируемся в данной работе. с целью, во-первых, определить истинные координаты ядра и таким образом исправить РСДБ-астрометрию. А во-вторых, выяснить, какая физика лежит в основе того, что доминирует у нас не ядро, а какая-то фактически тонкая деталь. Как производился отбор источников для этого исследования? Во-первых, было проведено отождествление новых версий тех же каталогов, которые использовались и в предыдущих работах. В данном случае это Gaia Data Release 3 и одна из последних версий каталога RFC. Их пересечение – это почти 13 тысяч объектов. И для радио данных, для RSDB-данных из базы Astrogeo, то есть именно для тех источников, которые входят в RFC, было проведено моделирование структуры двумя круглыми гауссовыми компонентами. Вот здесь вот справа вы видите пример карты для одного из источников, и вот здесь вот два зеленых кружочка – это два доминирующих детали, которые были определены просто подгонкой двух гауссиан под видностью. И отбирались для дальнейшего анализа такие источники, у которых RSDB Gaia сдвиг, во-первых, значим, то есть превышает три ошибки этого сдвига, во-вторых, он больше одной миллисекунды по модулю, что нужно для того, чтобы RSDB-данные, которые, ну вот тут указано до 43 Гц, однако нужно иметь в виду, что в основном это 2,8 или 5,8 Гц. Поэтому, чтобы разрешения RSDB-данных хватало для разделения обеих деталей, мы здесь не рассматривали сдвиги меньше одной миллисекунды. Ну и, наконец, самое важное условие – сдвиг совпадает с вектором между двумя доминирующими деталями в пределах погрешности. Вот на этой карте RSDB Gaia сдвиг изображен стрелочкой. Вообще-то, естественно, мы не можем привязать напрямую этот сдвиг к деталям на карте, потому что и RSDB и Gaia координаты – это абсолютная астрометрия, а на RSDB-картах у нас абсолютные координаты и теряются, и есть только относительные координаты относительно как раз-таки самой яркой детали. Однако, если у нас сдвиг между деталями и сдвиг между RSDB и Gaia положениями совпадает, мы предполагаем, что одна из этих деталей соответствует RSDB-координатам, другая – Gaia-координатам. И дальше я так и буду в докладе называть это RSDB-деталь, Gaia-деталь для краткости, при том, что весь анализ у нас будет проводиться в радио, никакие Gaia-изображения, Gaia-потоки мы в данном случае не используем. Gaia-деталь – это просто та детальная RSDB-карт, которая соответствует, как мы считаем, Gaia-координатам. И таким методом у нас отобралось почти 700 наблюдений для 241 источника. И для этих объектов мы также подключили к анализу и другие наблюдения из базы, потому что для многих источников есть не одна эпоха наблюдения, а несколько. И бывает, что только на одной или на части эпох моделирования смогло описать и RSDB, и Gaia-деталь, а в каких-то других… Вот, например, для этого источника можно представить ситуацию, когда на какой-то другой эпохе вторая компонента попала на деталь структуры между двумя этими компонентами, ну, из-за переменности структуры. Тогда в таком случае на вот такой эпохе автоматически у нас эта эпоха не будет отобрана, но так как на другой эпохе у нас есть совпадение, то мы и другие эпохи тоже включаем в анализ. Иногда в таких случаях нужно нарастить число компонент, чтобы описать также и Gaia-деталь, что и было сделано, и затем практически вручную было отобрано оптимальное число компонентов. Хорошо, вот мы имеем выборку таких вот источников с совпадением вектора между компонентами и RSDB-гая-сдвига, однако пока что непонятно, что есть что на этой карте. Направление джета тут может быть на самом деле как в одну сторону, так и в другую, поэтому Gaia-деталь может быть компонентой джета, движущейся или стационарной, может быть она как раз-таки видимым началом джета, в том случае, если RSDB у нас определил координаты не ядра, и даже в теории может быть случай, когда мы обнаружили двойную черную дыру, двойное активное ядро. Ну тут спойлер, надежных таких кандидатов мы не нашли, но такой возможности в целом исключать, конечно, нельзя. Поэтому, чтобы найти, где же здесь на таких картах ядро, нам нужно получить информацию о спектре, потому что, как известно, у ядра спектр плоский, мы принимаем плоский спектр, это когда спектральный индекс больше минус 0,5. Таким образом, нам нужны двухчастотные данные, и в базе Астрогео их тоже много, потому что экспериметрические наблюдения почти всегда двухчастотные, но тут уже получился более строгий отбор, потому что нам нужно, чтобы на обеих частотах две компоненты соответствовали сдвигу, мы поставили условия, чтобы отличие было меньше 30%, и это на самом деле отсеяло уже довольно много случаев случайного совпадения, когда, ну, все-таки, когда мы описываем двумя гаусянами структуру источника, которая может быть достаточно сложной, то если первая обычно ставится в самую яркую точку, то вторая может быть, если джет, допустим, достаточно непрерывен, вторая компонента может быть на совершенно разных расстояниях от ядра, и немудрено, что на какую-то одну из эпох она совпала с раздобогая сдвигом. Однако, если на обеих частотах компоненты совпадают, то тут уже мы можем быть чуть более уверены, что это не случайное совпадение, однако, конечно, нужно дальше это все анализировать. Вот пример другого уже источника, кстати, не того, который был на прошлом слайде. Да, и мы можем посмотреть спектр компонентов. Но, во-первых, мы можем просто взять спектральные индексы двухточечные, каждый из компонент, вот как на этом графике, вот тут жирная линия, это спектр RSDB компонента, это еще, опять же, другой источник, а гаи компоненты, это пунктирчиком тут показано, и мы теперь отбираем такие источники, у которых, во-первых, у гаи компоненты плоский спектр, ну, с поправкой на ошибки, то есть спектральный индекс плюс, погрешность больше, минус 0,5. И при этом есть различие между спектральным индексами гаи и RSDB компоненты, оно значимо превышает погрешность, потому что бывает, что у обеих компонентов спектр в нашей терминологии плоский, то есть больше минус 0,5 спектральный индекс, и все-таки нам нужно, чтобы гаи компонент имела более плоский или более растущий, в общем, имела больше спектральный индекс. И вот по таким критериям у нас осталось 42 источника, где уже мы достаточно можем быть уверены, что гаи у нас показывает как раз на ядро джета. Однако у спектральных индексов посчитанных таким образом возможна систематика, потому что, во-первых, у нас есть эффект частичного разрешения, когда на более высокой частоте, а различие частот тут, например, если это 2,8 ГГц, оно значительное, то если это, допустим, не ядро от джета, то там может сильно разрешаться на высокой частоте, и спектр, например, этой оптической тонкой компоненты может укручаться таким образом. искусственно. Ну и кроме того, как я выше говорил, мы требуем совпадения между, расстояние между компонентами на двух частотах всего лишь, чтобы отличие было меньше 30%, все-таки это не такой уж строгий критерий, может одна из компонентов описывать немножко разные области на карте на разных частотах, поэтому тоже спектральный индекс может быть немножко некорректен. Ну и чтобы еще, поэтому еще одну прилагу провести, мы также смотрели на карты спектрального индекса. Конечно, их точность зависит от точности моделирования, которое было проведено, потому что совмещаем мы карты для получения спектрального индекса по координатам одной из компонент, так как мы априори не знаем, какая из них ядро, какая оптически тонкая, но если мы не доверяем предыдущим спектральным индексам, то мы можем совмещать и по той, и по другой компоненте, и вот здесь вот показана карта спектрального индекса и карта его ошибок для случая совмещения по так называемой РСДБ-компоненте и по так называемой ГАИ-компоненте. И вот если эти карты выглядят более-менее одинаково, точнее, если спектральный индекс ГАИ-компоненты, опять же, значимо больше, чем спектральный индекс РСДБ-компоненты на обеих картах, то это еще один аргумент в пользу того, что этот результат надежнее. Вот в такой вот более чистой выборке у нас 27 объектов. Ну вот, теперь, когда мы отобрали выборку, пусть она не очень большая, но все-таки какую-то статистику по ней посмотреть можно, и хотелось бы посмотреть на параметры того, что мы называем РСДБ-деталью и ГАИ-деталью, и для начала я покажу распределение яркостных температур для них. Тут вот показано распределение и для более строго отобранной выборки 27 источников, и для менее строго отобранной выборки 42 источников. Результаты более-менее одинаковые. И вот три гистограммы на каждом рисунке. Красная гистограмма это яркость температуры ГАИ-детали. Зеленая гистограмма это яркость температуры РСДБ-детали, ну то есть вот то детали, которые соответствуют РСДБ-координатам. Опять же напомню, что тут все эти яркость температуры определены из РСДБ-наблюдения, и ГАИ-детали для этих измерений ничего нам не дает. И для сравнения синим цветом показана гистограмма для яркостных температур ядра в выборке Мохаве по статье Хомана и других 21-го года. Там опубликованы медианные значения яркостных температур. Ну и для нашей выборки я тоже тут посчитал медианные значения по всем эпохам и по всем частотам. Ну, как такое первое приближение, потому что статистика не очень большая, и поэтому все частоты я тут брал совместно. И что мы тут видим? Ну, во-первых, что ожидаемо, яркость температуры ГАИ-компоненты меньше, чем у РСДБ-компоненты. Почему это ожидаемо? Потому что, если у нас РСДБ-корня соответствует какой-то основной детали, то она и должна доминировать по яркости, вот как мы и видим. Но что тут удивительно, это то, насколько небольшие яркости температуры у нас имеют те детали, которые здесь обозначены ГАИ-детали, которые мы отождествили как ядро. Потому что это я говорю и построил только для той выборки, где ГАИ указывает на ядро согласно анализу спектра компонентов. Таким образом, мы тут имеем яркость на температуру ядра на пару порядков меньше, чем у Блазаров из Мохаве и даже на порядок примерно меньше, чем оценка для равного распределения, сделанная Ритхедом еще в 1994 году. Вот она здесь пунктиром показана. Это примерно 5 на 10 кельвин. Тут все яркие температуры в системе отчета наблюдателя, потому что красное смещение мы тут знаем не для всех объектов из нашей выборки. Для Мохаве это почти для всех, но для нашей выборки мы, так как там и достаточно слабые источники присутствуют, и мало изученные, и поэтому да, для единообразия построил все в системе отчета источника, но даже если красное смещение здесь будет учтено, то все равно оно не должно дать увеличение яркостной температуры на порядок и больше. Поэтому... Саша, а зачем яркостная температура Мохаве здесь? Можешь еще раз объяснить? Просто для сравнения, потому что... А как сравнивать эта частота другая? Ну... Частоты тут... Все-таки у ядрата по идее же яркость температура слабо меняется от частоты... Ну, как размер меняется, так и квадрат размера. через угловой размер. Так, я... Я, может быть, что-то путаю, но мне почему-то казалось, что там... Там и размер стоит, и длина волны стоит. Да. квадратик, по-моему. Корень из этого. Нет, температура типа потолка от размера квадрат-чистоты. Корень, квадрат-длина волны. А, корень. Вот это и оно, что там есть квадраты и чистоты, и размера, и... Ну, если мы вот, как бы, модель blend-подокюнила берем, там размер обратно пропускательной чистоте, это сокращаются эти вещи. То есть, ну, да, опять же, всякое может быть, но первое приближение, я так понимаю, для оптических толстого ядра яркость, температура, частоты слабо зависит. Вот, поэтому, да, конечно, сравнение тут такое, не то, что какое-то строгое, просто для напоминания, какие бывают типичные яркость температуры ядер у глазаров, что они гораздо больше. То есть, тут мы не то, что не имеем большого доплеровского усиления, тут мы, возможно, имеем даже какую-то собственную яркую температуру заметно меньше, чем значение для равного распределения. Ну, дальше вот это уже получается, мы это упомянули, как размер зависит от частоты. А, да, еще хотел сказать, а как раз таки для раздобных деталей, для вот этой яркой детали в джете, как раз таки распределение температур достаточно узкое и довольно-таки близкое к 10-10 кельвина. то есть, вот такое чувство будет как раз там, если особенно на Z подправим, то как раз там-то вот в основном мы имеем как раз дело с значением для равного распределения, похоже на то. да, теперь... Извини, пожалуйста, Саш, мне кажется, я чуть-чуть запутался. Зеленое здесь, зеленым здесь показано РСДБ-ядро? Нет, это деталь, соответствующая РСДБ-координатам. То есть, она в данном случае не ядро. Ядро – это красное. В нашей выборке красное – это ядро, зеленое – это яркая деталь в джете. Все, я понял. То есть, как раз здесь и дается указание на то, что они перепутаны, да? Да. Все, спасибо. Получается, да, вот ядро менее яркое, однако по спектру, как мы раньше видели, вот эта менее яркая деталь, она имеет более, она имеет больше скверальный индекс, она имеет плоский спектр. Вот. Но что касается зависимости размера от частоты, тут, к сожалению, статистика маловато, потому что таких случаев, когда на обеих частотах размер определяется надежно, то есть, там, он больше, чем пределы разрешения, при данном сигнал-шуме, и, в общем, достаточно хорошо сработала подгонка, чтобы, в общем, размер был надежно определен, таких источников не очень много, и тут, поэтому незаметно такого уж значимого различия между RSDP и ГАИ деталью, то есть, между ядром яркой компонентной в джете. Вообще-то, мы бы ожидали, что вот это вот красное распределение, соответствующее ядрам, должно бы иметь пик на единице, потому что и модели, и наблюдения по исследованию RSDP ядра обратно пропорциональной частоте. Но тут мы, вот пунктиром показаны медианы этих распределений, тут мы видим, что довольно широкое распределение, и оно сдвинуто от единицы в меньшую сторону. С одной стороны, может быть, это просто малая статистика, а с другой стороны, если у нас здесь такая маленькая яркая температура, и она меньше значения для равного распределения, тогда, наверное, модель не должна у нас работать, потому что она-то основана на равном распределении. Нет, Саш, она не на равном распределении, а на 0,6 похоже, как в параболических, как сейчас наблюдают для куршифта. А там разве не разные эти ка? Просто это не куршифт. Да, я понимаю, я понимаю, надо сравнить их, но просто для куршифта это равно единице как раз для конуса постоянной скорости, а в других случаях оно сдвигается. Но в любом случае, Бланфорд-Кюнигл это не следствие равного распределения, это два независимых предположения, если что. может быть компонент состоящих ядро натягивается. 2M, но это не равное распределение, это более общие понятия. То есть n равных 2M это не значит равное распределение, одинаково спадает область. Я говорю, что плотность магнитного поля порядка плотности ну вот n равных 2M которая переводит к 1 я так понимаю это более общий случай, это не равное распределение, просто одинаково спадает плотность энергии. Саша, слушай, а что получается даже компонент оптически тонкий меняет размер с частотой? Ну если верить этим распределениям, то да. Хотя конечно это нужно еще смотреть это не инструментальный ли это эффект. Да, потому что оптически тонкие компоненты они весь объем мы видим весь их объем на любую частоте по идее да. Возможно они становятся слабыми по краям и там тогда гусянка как бы только центральную часть начинает гонять. Частичное разрешение опять же возможно играет. Ну да, вот это интересно. Слушайте, а если у нас например края светят сильнее, но вот мы не разрешаем, тогда же тоже будет сохраняться такая зависимость для фактической тонкой? А, Илья? Ну если то края будут светиться, я не знаю, если гусяну подгонять к этой штуке, похоже, что размер неусловно сказать. У меня афинтуиция насчет подгонки гусяну к таким сложным факторам нет. Ага, хорошо, спасибо, извините. Еще кажется, у Таши был вопрос, извините, я не услышал. Я просто в сторону прокомментировал модели, может быть, это следствие простой модели, слишком грубой. Да, это тоже может быть. В общем, тут как бы сложно сделать какой-то обоснованный вывод, потому что на самом деле действительно статистика просто малая. вот. Тогда можно посмотреть на вот эти отобранные случаи на общей диаграмме РСДБК я сдвигов. Тут вот этот график в каком-то смысле повторяет ту схему, которую я показывал на первом слайде. Я тут взял направление джетов из статьи Саши Плавина и других, определенные автоматически для большой выборки ну почти на самом деле для большей части из тех источников, которые имеют значимые РСДБК сдвиги. И тут вот получается по горизонтальной оси это сдвиг вдоль джета, то есть получается точки справа это когда гайя координаты находятся ниже по джету чем РСДБ координаты. А по вертикальной оси это сдвиг поперек джета и вот эти вот жирные линии это 0.0. Вот я здесь нанес просто серыми точками все источники с РСДБК сдвигами больше трех сигма, а синими зелеными точками показал отобранные в нашем анализе, причем зеленые это более чистая выборка из 27 штук, а синие это 42 штуки было. Ну и тут получается, что в некоторых случаях направление джета определено правильно, то есть получается, что ГАЯ ближе к ядру, как получается в нашем анализе. Однако для большинства мы тут видим ошибку в направлении джета на 180 градусов, потому что ясное дело, что автоматическая процедура просто определяет направление джета относительно самой яркой детали, предполагая, что это и есть дро. А так как у нас тут они перепутаны как раз, как вот выше говорилось то, и получается направление джета у нас тут перепутано на 180 градусов. Поэтому один из побочных эффектов проведенного нами анализа это то, что мы для таких источников исправляем направление джета. А еще вот интересные тут несколько случаев вот этот вот, вот этот вот, когда сдвиг направлен под большим углом к направлению джета, на самом деле в данном случае просто определено в этой работе локальное направление джета около самой яркой детали. А джет на самом деле предпринимает изгиб и вот направление на ядро на самом деле отличается от этого. На самом деле вот эту вот картинку я построил буквально накануне доклада и еще не успел сделать то, что тут само напрашивается, вот, посмотреть как-то индивидуально глазом вот источники, которые вот тут имеют значимые большие сдвиги с большим отклонением от направления джета, а не подобно ли это нашим случае, когда джет в каком-то месте уярчается и изгибается и направление джета определено вот относительно этого уярчения и ты, допустим, ниже под джетом, а ядро расположено совсем в другой стороне. В общем, наверное, это стоит сделать и тогда это было бы объяснением возможно какой-то значимой части этих вот сдвигов с большим углом относительно направления джета. Ну и также на самом деле у этой задачи есть небольшая пусть небольшая по количеству, но все-таки значимая прикладная польза, потому что у тех источников, которые мы отобрали, должны быть исправлены координаты РЗБ ядра и если они будут использоваться как фазовые калибраторы, то вводимые поправки тут, смотрите, довольно большие, там до 10 миллисекунд и, конечно, они будут практически важными при использовании этих источников калибраторов. Дальше, если переходить уже к интерпретации полученных результатов, то напрашивается аналогия с вот этим источником 0.858 минус 27, который подробно был исследован в двух статьях Никиты Косогорова с авторами, это необычный источник с пиковой формой спектра, вот здесь схематически изображена его РЗБ-карта, у него как раз-таки доминирует яркая деталь в джете, именно она обеспечивает пиковую форму спектра, а ядро с плоским спектром находится вот тут сбоку и оно более слабое. Причем по опубликованным значениям я посчитал яркую температуру ядра как раз она 10.8-10.9 кельюна в зависимости от частоты и эпохи. Таким образом, это действительно в многом похожий источник на те, которые мы нашли и это еще и косвенно подтверждается тем, что если посмотреть на полный спектр наших источников из базы КАЦ, то доля источников с пиковым спектром в этой финальной выборке около 40%. При том, что в статистически полной выборке, которую мы исследовали несколько лет назад, доля источников с пиковым полным спектром среди всех продетектированных на РСДБ всего 3%. А частота пика? Частоты пика где-то 1 ГГц. Иногда чуть меньше. То есть тут речь о том, чтобы в этих спектрах пик четко был виден. где-то гигагерсон частоты. То есть почти половина источников может быть подобна этому, однако все-таки не все. Есть и объекты с плоским спектром, есть и объекты с крутым спектром, когда просто у нас полный спектр доминирован протяженными структурами, которые мы разрешаем. Ну и на самом деле, что касается физики этих источников, остается все-таки достаточно много вопросов. Ну и первый вопрос, почему такое тускло ядро? Одна из возможностей, что тут может работать поглощение, сиграторное самопоглощение или свободное поглощение, чтобы их разделить, хорошо бы иметь точное значение спектролевого индекса, потому что свободное поглощение может давать более крутой рост спектра потока с частотой, но по имеющимся данным вряд ли это возможно, так точно примерить спектр. Может быть, из того, что у нас яркость температуры меньше для равного распределения, может быть, мы тут имеем дело с случаем доминирования энергии магнитного поля, может быть, получится определить магнитное поле по сдвигу ядра для некоторых источников этой выборки и посмотреть, какое оно там, может быть, действительно какое-то повышенное источник. Ну и могут быть и другие причины, вот мы уже, я показывал эти картинки температурами Лени нохреной, и она говорила, что вроде бы у них моделирование их численным иногда получаются ситуации, когда действительно температура довольно низкая, тут мы еще собираемся этот случай более подробно исследовать. Второй вопрос, почему вот эта деталь в джете такая стала яркая, что затмило ядро и сделало так, что РСДБ хватает координат именно этой детали. Ну, тут вероятно какие-то у нас мы не делаем с какими-то ударными волнами, которые могут быть вызваны как нестабильностью в самом джете, так и его взаимодействием с международной средой. Второй, то есть случай взаимодействия с международной средой, это как раз случай вот этого вот объекта, и тут это видно, кроме всего прочего, еще и потому, что направление джета резко изменилось в этом месте уехания. Тут, возможно, более глубокие наблюдения, которые позволили бы увидеть джет вот не только в этих двух ярких точках, но и между ними и с одной стороны и с другой от уверчения. Позволило бы посмотреть, есть ли изгиб джета или нет, и тоже ответить на вопрос, какая причина этого уверчения. Ну, и, соответственно, эта тема мы планируем развивать. В ближайших планах это мы скооперировали с Ильей Паченко, и он помогает нам с более точным моделированием РСДБ данных с помощью Монте-Карло методов, чтобы улучшить, уточнить параметры компонентов и их погрешности. Но в более далекой перспективе мы будем проводить более чувствительные и с большим частотным покрытием наблюдения, и мы подали заявку на VLBA, и вот недавно пришли результаты, что мы выиграли, хотя и с низким приоритетом. Там у нас заявлено наблюдение 20 объектов на 4-х частотах от 5 до 22 ГГц с полной поляризацией. Ну, и подытоживая, скажу, что раздвигаясь, сдвиги были в данной работе использованы как инструмент для поиска необычных объектов, а именно таких, у которых радио и оптические координаты относятся к разным деталям структуры. По результатам анализа у нас найдено несколько десятков объектов, у которых Гайя указывает на то, что обычно называется РСДБ-ядром, на начало джета, а РСДБ-координаты отвечают яркой оптически тонкой детали джета. Эти результаты позволяют для данных объектов уточнить РСДБ-координаты ядра, направление к джетам, ну и дают такой вот интересный результат, что бывают квазары их не так уж мало, с очень низкой яркостью температурой ядра. На этом